Труженица, мать, общественный активист. Эти слова из социалистического наследия всегда были типичной характеристикой работающей женщины, которая должна была тянуть на себе ввоз общественных и личных нагрузок. Поменялось время, меняется отношение к женщине. Сегодня в обкоме профсоюза все чаще говорят о том, как защитить права работающих женщин, сформировать условия труда для них. У нас такое историческое событие произошло. 21 мая мы подписали отраслевое соглашение по горно-металлургическому комплексу Свердловской области. У нас был перерыв, у нас 4 года не было это соглашение в связи с тем, что у нас была реорганизация нашей стороны работодателя, то есть союз работодателей был реорганизован, а сейчас нам удалось, так сказать, уже с союзом промышленников и предпринимателей Свердловской области заключить соглашение, в котором будет отдельный раздел обеспечения социальных прав женщин. Слабая государственная политика по поддержке работающих женщин компенсируется при настойчивых требованиях профсоюза социальным партнерством. Базовое соглашение при участии союза промышленников и предпринимателей не является обязательным и непременным условием. Оно рекомендует, но и это в нынешней ситуации победа. Если говорить, вот сравнить с соглашением, которое мы впервые подписали в 2002 году, то я должна сказать, что остановиться, так сказать, вот действительно какие-то позиции по гендерной проблематике отставить все сложнее. Все сложнее и сложнее. И я должна сказать, что те позиции, которые у нас должны были обязательными быть, когда работодатель брал на себя обязательства по выполнению, то сейчас у нас многие положения в это сливые уже появились с приставкой «могут». То есть могут предоставлять, могут в соответствии с коллективным договором, но это, конечно, уже ослабление позиции. Отстаивать права женщин, говорит Эльвира Хохлова, надо цивилизованно, в рамках социального партнерства. Труд женщин в металлургии пока неизбежен и необходим, говорит Николай Алексеев, заместитель председателя обкома профсоюза. Сам он не раз бывал на сельском трудном заводе. Бывший мартеновец понимает, как реконструкция значительно улучшает условия работы на предприятии. Высокая зарплата в металлургии, пенсионное начисление – все это заставляет женщин идти в нелегкое производство. В том соглашении, которое мы подписали, да, в разделе гарантии, в том числе и работы наших женщин на предприятии, конечно, это и на сегодняшний день и Союз промышленников, и работодатели, и наши холдинговые компании, конечно, понимают. И поэтому на наших предприятиях, в принципе, условия для работы женщин создают достаточно достойные и серьезные. Союз промышленников и предпринимателей соглашение возобновило. Теперь 85% предприятий горно-металлургического комплекса являются его участниками. А значит, у работающих мам в лице работодателя появляется защитник и союзник ее интересов. Лемера Самухина, Константин Миронов. Новости нашего города.